Вы смотрите новости в прямом эфире седьмого канала в студии Грибуренко. Здравствуйте! На Люздорской дороге машина протаранила автосалон. Около 11 часов дня возле жилкомплекса Altair кроссовер Mazda SX-5 спровоцировал крупную аварию. Помимо того, что в аварии пострадали два автомобиля, находившиеся в движении повреждения, получили еще два новых, выставленных на продажу авто. Их зацепило осколками разбитых дверей и стены автосалона, в которые влетел потерпевший и потерявший управление паркетник. Подрезав меня, произошло ДТП. Водитель, видимо, перепутав педали, либо хотел скрыться. Это уже совершил ДТП еще к тому же их здание. На место ДТП вызвали полицию и скорую, однако оба водителя от медпомощи отказались. По словам патрульных, и мужчина, управлявший АКО, и женщина за рулем Мазды были трезвы. Сейчас с последствиями происшествия разбираются правоохранители и страховщики. На место ДТП еще одно ДТП на седьмой фонтан, а там перевернулась Мазда 626. По словам очевидцев, водитель автомобиля хотел скрыться от патрульных. Двигаясь на большой скорости по улице Бригадной в сторону Чубаевской, во время поворота машина задела вазоны, находившиеся на бордюре. В результате Мазда перевернулась, врезавшись в витрину и крыльцо магазина. Сразу после этого подбежали сотрудники патрульной полиции, достали из салона водителя и надели на него наручники. На перевернутой легковушке было два комплекта автономеров – болгарской и украинской регистрации. Возможно, автомобиль причастен к преступлениям. В результате происшествия никто не пострадал. На месте аварии находятся пять экипажей полиции и следственно-оперативная группа. В 71-й школе на поселке Котовского неизвестный распылил газ. Отравились дети. Одна из школьниц попала в реанимацию. Подробности в сюжете Кристины Немченко. Газ распылили в лестничном пролете между третьим и четвертым этажом. На перемене дети вышли в коридор и почувствовали першение в горле. Учителя открыли окна, а школьников эвакуировали. Десятиклассник Игорь – один из тех, кто надышался газом. К счастью, медицинская помощь парню не понадобилась. Но он не на шутку испугался. У нас был урок на третьем этаже. На уроке мы в классе ничего не чувствовали. Все было нормально. Но когда урок закончился, все дети повыходили и начали кашлять. Смотрю, дети кашляют. Но я чувствую, что у меня горчит. И начинаю кашлять, и все. Быстренько всех разогнали. По словам директора школы, сразу никто из детей за медпомощью не обращался. Но семиклассница Николь стала плохо, когда девочка пришла домой. Ее пришлось положить в реанимацию. Мама сказала, что ей уже легче. И ей сделали капельницы. И девочка приходит в себя. Николь, которая активно помогала администрации у эвакуации деток. И очень скуда, что она постраждалась сегодня в лекарине. Родители семиклассницы ситуацию не комментируют. По словам директора, претензий к школе и педагогам у них нет. Того, кто распылил газ, ищет полиция, родил департамента образования и руководство школы. Мы составили приказ, в котором создали комиссию по расследованию. Сейчас над этим работаем. Педагоги предполагают, что газовый баллончик в школу принес ученик. Будет проводиться, соответственно, работа с выхованием. Выховные заходы будут жить. Ну и, звичайно, работа с батьками. После инцидента в школе проводят воспитательные беседы, занятия по технике безопасности и правилам поведения. Кристина Немченко, Евгений Руденко, 7 канал. В Одесском СИЗО опровергли информацию о выявлении заболевания корью в учреждении. Напомню, по информации интернет-СМИ, в ночь на 11 февраля из изолятора на скорой увезли женщину с корью. Санитарно-эпидемиологическое состояние в учреждении удовлетворительно. Никаких инфекционных заболеваний у нас не выявлено. Ни кори, никаких других. Владельцы гаражей на улице Инглези, 13, обеспокоены грядущей масштабной застройкой в этом районе. По улице Инглези, 13, наша автостоянка, там предполагается постройка высотного паркинга и открытой автостоянки. Но при этом не учитывается мнение членов кооператива владельцев гаражей. По словам протестующих, вопрос сноса гаражей с ними никто не обсуждал и никакие альтернативы не предлагали. Более того, владельцы гаражей обеспокоены тем, что сама по себе территория, отведенная под автостоянку, не предназначена для жилого строительства из-за опасной близости двух аэропортов. Директор КП Одесс-Транспарк-Сервис ответил, что до застройки конкретно этой земли еще далеко, и само строительство пока на уровне обсуждений. Порядка 20 тысяч квадратных метров данная стоянка занимает. Это всего лишь 800 гаражей. Нам необходимо для этого же количества машиномест, мы можем вместить при строительстве паркинга буквально несколько тысяч машиномест. Конечно же, будут принадлежены альтернативы и в данном случае, и в случае демонтажа, и по другим объектам. Ну, пока миссерана просто говорит про что-то другое и так далее, потому что это все только в процессе. Это вопрос даже не завтрашнего дня строительства данной автодороги. Более 13 миллионов еврокредитных инвестиций на благоустройство городской инфраструктуры. В Горсовете рассказали о планах на внедрение проекта безопасность городского дорожного движения в Украине. Одесса стала одним из пяти городов, отобранных Европейским инвестиционным банком. Сегодня основные приоритеты в Европе – это приоритет, где пешеход, общественный транспорт и велосипедист являются первичными приоритетами в городе. Предполагается создание свыше 300 остановочных комплексов общественного транспорта и ограждения трамвайных путей. В планах также надземные, приподнятые и кольцевые пешеходные переходы в проблемных точках города. А также установка подсветки на 400 пешеходных переходах. Это модель, которая позволяет, в принципе, очень эффективно снизить смертность на дорогах, потому что в большинстве случаев это создает преграду и создает дополнительный стимул для водителя остановиться. Проект предусматривает 10 кольцевых перекрестков, 4000 антипарковочных столбов в центре города и 17 километров велосипедных дорожек. Масштабной работы потребуют переоборудование центральных улиц – это Пушкинская, Решильевская, Большая Арнаутская и Малая Арнаутская. Это будет полностью изменение сетки маршрута, это будет выделение отдельной полосы для общественного транспорта, это будет организация канализационных потоков на перекрестках. Все предложенные проекты еще не имеют законченного вида, ожидают приезда консультантов Европейского инвестиционного банка. Кредитные средства отдавать будет государство, а вот 20% НДС от стоимости работ уйдут из городского бюджета. В 91 школе Одесской области проверят качество Wi-Fi и доступность интернета. По словам председателя Одесской АГА, новые технологии во многих школах не приносят пользы. Педагоги по старинке ограничивают для школьников доступ к Wi-Fi и создают искусственный дефицит интернет-услуг. 33 тысячи гривен на создание уникального городского пространства. Жильцы дома на Жуковского 43 хотят преобразить свой заброшенный двор в культурный центр. Планируют установить сцену, где будут проходить спектакли, лекции, концерты и другие культурные мероприятия. Вы идете уже или как турист, или просто обычный человек, видите благоустроенный двор, там общаются люди, они пьют чай, они слушают музыку, какой-то происходит концерт или еще какое-то интересное культурное мероприятие. И если вы, друзья, другие одесситы, хотите видеть именно такую Одессу, то просим присоединяться. Организаторы утверждают, что проект не имеет аналогов в мире. Каждый желающий может пожертвовать средства для городского пространства на социальной платформе «Мой город». На данный момент собрано лишь 9% от нужной суммы. Реанимировать проект болградского водопровода 80-х годов планируют в Одесской облгосадминистрации. По словам главы АГА, доступность питьевой воды крайне важна, а сейчас этого лишены многие жители Одесской области. Есть целые населены пункты, в которых вообще отсутствуют такие явища, как вода с краном. То есть просто не существует. Они используются привозной водой, они используются, не используются теми благами цивилизации, которые для нас есть само собой разумеющимися. Поэтому это очень важное вопрос. Достройка водопровода обойдется в 56 миллионов гривен. В ходе реализации проекта к водоснабжению подключат более 30 тысяч жителей Болградского и Измаильского районов. В Национальной гвардии Украины выбирают лучшего военного психолога. Сегодня соревновались психологи Южного командования из Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областей. Оценивали конкурсантов коллеги из смежных служб. Это штатные психологи службы чрезвычайных ситуаций, военно-морских сил и священник. Сегодня наши конкурсанты проходят тестовые задачи, презентуют себя, то, что они работали, то, с чем они сталкивались на протяжении одного года службы. И также отвечают на тестовые задачи в виде билет. Психологическая служба работает в Национальной гвардии всего один год. Ее специалисты занимаются отбором кандидатов на службу, подготовкой военных, прохождением службы в горячих точках и реабилитацией после службы в АТО. Дуже часто используют такие термени, как синдром АТО, донбасский синдром, или более старый афганский синдром. Это клише, которое использовалось раньше. А сейчас это люди, которые потребуют психологической помощи. Кто-то втратил своих друзей, кто-то втратил своих близких, кто-то втратил своих командиров, и это надзвичайно тяжело. Приходит военный домой и говорит, что он воевал, и его друзья спрашивают, а почему ты там ишел? А он спрашивает, что я захищу кордоны нашей страны, чтобы на нашей земле был мир. Но они это не воспринимают. И что ему в таком случае делать? Пока это все новости у нас к этому часу. Информационные итоги дня подведем, как обычно, в 20.00. Ну а дальше эфир седьмого канала продолжает лайв-студия. На седьмом, мои коллеги уже на своих...